всем большой привет рада видеть вас сегодня на моем канале сегодня поговорим об уходе за лицом как обычно будет три части утро вечер и доп уход чтобы не грузить вас в одном видео слишком большим количеством информации хочу постараться так подробненько рассказать о своем осенне тире зимнем уходе которым пользуюсь в этом году он у меня в этом году достаточно минимальный и такой очень наверное правильный потому что я действительно вижу результаты на своей кожи и результаты положительные ну а если вам интересно то давайте приступим итак первая часть это конечно же утренний уход и я сразу вам расскажу если вы вдруг меня смотрите в первый или во второй раз что уход будет для девушек 35 плюс кожа у меня комбинированная склонная к жирности в зимний период чуть-чуть она возможно суше кожа у меня очень часто бывает обезвоженная связи с тем что у меня купероз и и эти расширенные и лоптавшие сосуды они просто вытягивают всю влагу из эпидермиса что нужно в первую очередь для меня это хорошее очищение это конечно же хороший уход для кожи вокруг глаз для того чтобы предотвратить в первую очередь появление морщин и конечно же стараться чтобы эти морщины как-то исчезали и чтобы не появлялись новые и конечно же для кожи лица мне нужно чтобы крем хорошо увлажнял мою кожу мне нужно чтобы крем укреплял мои сосуды и в то же время чтобы крем поддерживал кожу в состоянии такой чтобы крем был с антиэйджинговым эффектом и плюс крем должен также бороться с пигментацией потому что и она у меня тоже есть так что это 35 плюс комбинированная склонная к жирности кожа пигментация купероз и плюс конечно же кожа моя чувствительная и реактивная она может реагировать на питание она может реагировать на некачественную косметику либо на какие-то компоненты которые просто моя кожа отторгает но могу вам сказать честно что наверное в последние два года я практически не мои на моей коже не бывает диффузных покраснений я практически от этого ушла видимо тот уход которому я потихонечку двигаюсь он более правильный чем был когда-либо итак первый этап в утреннем уходе это конечно же очищение после сна обязательно нужно очищать кожу какими-то хорошими средствами они могут быть мыльными они могут быть и без мыльными но нужно смыть продукты произведенные нашей кожей за всю ночь и также смыть те средства которые мы наносили на ночь итак сегодня я использую в своем утреннем уходе это пенку от ларош позе это физиологический мусс для очищения кожи лица на основе термальной воды от ларош позе она мягко очищает кожу и здесь не содержится ни мыла ни спирта ни краситель ни парабенов и подходит эта пенка для чувствительной кожи как вы знаете она вот в таком жидком состоянии потом когда мы ее нажимаем то есть она превращается вот в такую очень приятную и очень густую пенку одного нажатия хватает полностью на то чтобы хорошо умыться для того чтобы хорошо и качественно очистить кожу отличная пенка не имеет никакого аромата прекрасно очищает и абсолютно не сушит кожу второе средство для очищения кожи это уже без мыльное средство это альфа комплекс от марки holly land очищающее средство без мыла для всех типов кожи деликатное очищающее средство не пересушивает кожу способствует ее обновлению уменьшению сухости и шелушению здесь в составе сорбитол экстракт черники сахарного тростника сахарного клёна апельсина и лимона как я использую это средство с утра выдавливая приблизительно где-то я наверное надавливаю три раза на эту помпу получается достаточно хорошее количество для того чтобы очистить кожу это такая эмульсия которая абсолютно не пенится потому что здесь нет мыла и это такое деликатное очищение которое наносится на сухую кожу лица массируется затем руки слегка увлажняются водой еще раз массируется эта эмульсия превращается в слегка такую водно молочную какую-то консистенцию дочищает скажем так лицо и затем уже я ее просто смываю со своего лица кожа очищенная кожа свежая на коже есть ощущение знаете такой как будто легкой увлажняющей пленочки и очень очень комфортно себя кожа чувствует после умывания этим безмыльным мылом чем дольше я использую это мыло тем чаще я замечаю что моя кожа становится все чище все светлее и все наверное более молодее что ли очень нравится это средство могу его сто процентов рекомендовать абсолютно не сушит кожу даже наверное ее увлажняет следующий этап это конечно же тонизирование кожи либо завершение очистки с утра я использую также средство от марки holy land и это super lotion такой очищающий лосьон для очищения пор для всех типов кожи супер лосьон без спиртовой лосьон способствующий размягчению комедонов облегчению процедуры чистки кожи здесь составе экстракт ромашки и лекарственный экстракт свертков арники и бисоболол здесь также вот такой вот носик который вот так нажимается и там такая водичка но не просто жиденькая водичка а слегка такая более плотная скажем так чем вода имеет запах такой просто слегка травяной возможно пахнет чем-то таким ромашковым моя кожа склонна к закупорке пор моя кожа склонна к появлению таких знаете закрытых комедонов я читала об этом лосьоне что им нужно пользоваться достаточно продолжительное время для того чтобы действительно заметить что больше не появляются вот эти вот белые бугорочки могу сказать что достаточно короткий срок прошел после использования этого лосьона когда я заметила результат у меня появляются они либо на лбу либо вот между в бровном пространстве и на подбородке могу сказать что на сегодняшний день они практически не появляются иногда все-таки такое случается но все-таки этот лосьон действительно помогает как я его использую здесь написано что его нужно наносить на ватный диск и протирать лицо но когда-то у кого-то я прочитала что лучше всего он будет работать если его использовать на на руки то есть я его наливаю просто на руки и такими разглаживающими движениями слегка похлопывающими наношу на все лицо как такой знаете в виде сыворотки и тогда он создает такую пленку такую знаете освежающую пленку и наверное как раз таки так он лучше действует и так он глубже действует хороший лосьон без спиртовой легко наносится на кожу и действительно перестают появляться комедоны перестают появляться какие-то закупоренные поры кожа становится все чище и все ровнее просто отличное средство следующий этап это уход за кожей вокруг глаз и вот уже наверное на протяжении месяца я использую крем от холиленд это интенсивный крем для области вокруг глаз с витамином c вот такая маленькая баночка здесь 15 миллилитров есть защитная пленка которую я кстати в этот раз не сняла и сам крем выглядит вот таким образом он такой кремового такого оттенка он очень приятный по консистенции он такой знаете слегка жирноватый когда вы его только начинаете разносить по области вокруг глаз но потом он как-то так быстро распространяется и очень быстро делает ровную зону под глазами и такую напитанную витамин c должен убирать синяки под глазами должен бороться и укрепить должен бороться с сосудами он должен их укреплять соответственно синева должна проходить но честно говоря у меня нет такой проблемы самое главное его преимущество в том что он хорошо питает область под глазами он хорошо выравнивает мелкие обезвоженные морщинки он укрепляет кожу под глазами он делает ее ровней и с помощью этого крема мне кажется у меня стали уходить я его наношу так не очень близко я его наношу даже слегка на зону вот этих вот скул где у меня есть пигментные пятна и мне кажется как только начала я его использовать у меня стали прям светлеть эти пигментные пятна которые у меня находятся вот на этих вот косточка питательный увлажняющий осветляющий богатый по текстуре на нем не сползает косметика она держится на нем целый день хотя он кажется таким жирноватеньким очень комфортный в применении и плюс его конечно то что он осветляет пигментные пятна он укрепляет сосуды и разглаживает слегка морщинки то есть надеюсь что и будет предотвращать появление новых следующий этап это уже непосредственно уход за лицом здесь у меня два средства и как вы уже поняли весь дневной уход у меня состоит только из марки holly land я очень долго шла к тому чтобы собрать полностью марку чтобы собрать те именно средства которые будут работать на моей коже и так на лицо в виде сыворотки я наношу вот такой вот гель от holly land который подходит для всех типов кожи и называется алла гель увлажняющий гель для всех типов кожи тонизирует подтягивает успокаивает способствует восстановлению кожи в составе сок листьев алоэ эластин килл коллаген экстракт ромашки фенхеля мелисы хмеля тысячелистник гомомелис также здесь есть витамины а и е линоленовая кислота безоболол и алантаин как он применяется он наносится вообще на лицо либо на какие-то те участки на которые вы хотите нанести для того чтобы восстановить или глубоко увлажнить вашу кожу я его наношу в виде сыворотки я уже для себя это поняла что все гели которые предлагает holly land отлично работают как сыворотка под крем здесь 70 миллилитров он вот такого желтая слегка оранжевого такого может быть даже карамельного оттенка он прозрачный он очень легко наносится на кожу он имеет свежий такой аромат наверное как как раз таки алоэ легко наносится быстро достаточно впитывается кожа остается слегка такой влажный но при этом глубоко глубоко увлажненный он делает для меня такой знаете барьер такую увлажняющую подстилку скажем так между очищением и непосредственно тем кремом который я на него наношу потому что крем мне самостоятельно не очень подходил он слегка обезвоживал мне кожу но вот как раз таки алый гель решил эту проблему он действительно потрясающе увлажняет он очень глубоко увлажняет в связи с тем что у него гелевая текстура он быстро и надеюсь достаточно глубоко проникает он хорошо увлажняет он с ним комфортно ходить целый день я его даже иногда наношу самостоятельно без крема тут последнее время начала с этим экспериментировать и поняла что его и одного можно использовать потому что него хорошо ложится косметика держится целый день тоже великолепно за ним действительно наблюдается и хорошее увлажнение и восстановление кожи он даже какие-то шелушения очень хорошо сглаживает плюс успокаивающий эффект на коже тоже есть если есть какие-то покраснения он их сглаживает слегка но за ним не наблюдается одного момента это на такой лифтинговый подтягивающий эффект который заявлен нет я пробовала другие гели у холилэнд там действительно было ощущение вот этого вот лифтинга подтяжки здесь никакого подтягивающего эффекта хотя я его уже использую давно я не замечаю но как подложка потом крем как сыворотка увлажняющие восстанавливающие тонизирующие под крем он просто потрясающий он отличный в применении и действительно очень хорошо и глубоко работает ну и напоследок непосредственно сам тот крем который я сейчас использую для утреннего использования это холилэнд альфа бета дневной крем с spf 30 как заявлено крем который предназначен для того чтобы ухаживать за кожей чтобы ее восстанавливать чтобы ее отшелушивать чтобы ее очищать чтобы предотвращать какие-то высыпания чтобы осветлялись пигментные пятна потому что эта линейка в которой как раз таки заявленные кислоты и ретинол крем выглядит вот таким образом он такой бежево-сероватый очень приятный по консистенции легкий но при этом такой знаете богатый легко очень наносится нужно небольшое количество чтобы нанести на все лицо и на шею не забывайте конечно же про шею он на если он работает самостоятельно без какой-то подложки например в виде аллы геля мне он очень долго сушил то есть я его использовал на протяжении наверное где-то месяца и понимала что он действительно отшелушивает с помощью кислот мою кожу с помощью ретинола у меня были шелушение были шелушение на лбу были шелушение вокруг рта были шелушение на подбородке конечно же мне это не очень подходило и не очень нравилось хотя я понимала что конечно от этого кожа обновляется после того как я стала использовать алый гель этот крем стал для меня находкой он отлично как-то подпитывает выравнивает делают кожу более упругой делают кожу более ровной более свежей что ли наверное более молодой то есть весь комплекс вот этого ухода он конечно же меня просто поразил я вижу осветление я замечаю что какие-то высыпания прыщики стали появляться крайне редко ну крайне редко закупорка комедонов практически тоже не наблюдается пигментные пятна очень хорошо осветляются я говорю о полном уходе конечно же потому что здесь важно и очистка и сами вот эти средства то что holy land мне так идеально подошел я конечно безумно рада я не знаю будете ли вы пробовать что-то из этого ухода но могу сказать что ну давно не было с моей кожей с моими вот ощущениями такого кайфа я стала чуть меньше скажем так использовать тональные средства с более какой-то легкой текстурой конечно же у меня сохраняются покраснения от этих сосудов наверное ну никуда просто не деться если не использовать более какие-то не щадящие средства чем кремы кожа стала чище кожа стала светлее кожа стала более плотная и конечно же это все благодаря именно вот этому вот уходу от holy land и конечно же благодаря этому крему потому что день за днем он потихоньку отшелушивают мою кожу осветляет ее и омолаживает отличный крем который действительно заслуживает свое внимание ну а то что в нем заявлено еще и spf 30 это его несомненный плюс и кстати говоря этот spf 30 не дал этому крему такую плотную белую текстуру абсолютно этого нет ну и самое последнее средство которое я использую с утра для своего ухода это конечно же средство по уходу за губами решила внести его сюда потому что это самое мое любимое средство это масло для губ от clorans у меня закончилось одно масло которое было с медом теперь я использую второе средство которое с малиной здесь очень большой удобный спонж отдает слегка такой розовый оттенок вы можете его использовать даже без каких-то блесков и помад и мне нравится как это смотрится на губах и для постоянного использования это действительно находка он восстанавливает губы если вы используете его постоянно он их подпитывает и губы на протяжении всего промежутка времени что вы будете его использовать будут выглядеть просто отлично я могу сказать что в этом году я ни разу губы не отшелушивала но если только не затрагивала своими обычными скрабами какими-то мягкими не делала скраб специально для губ не делала ничего щеткой после того как у меня был плачевный отпуск я использовала постоянно каждый день масло от clorans губы всегда в хорошем состоянии да они могут где-то чуть-чуть подсохнуть где-то еще что-то где-то но потреска тресканий не было они могут где-то там подсохнуть может подстереться что-то на улице может что-то обветрится но при постоянному вот этом вот использовании чуть нанес они сразу как-то все это впитывают и очень хорошо восстанавливаются так что масло для губ каждый день как такой ежедневный уход за губами это тоже огромный огромный плюс на сегодня это все это весь мой дневной уход которым я пользуюсь наверное уже на протяжении больше двух месяцев я им очень очень довольна задавайте вопросы расскажите о своем дневном уходе чем пользуетесь вы что есть у вас интересненького и если вы используете средства holy land обязательно делитесь своими впечатлениями на сегодня это все в следующем видео поговорим о вечернем уходе за лицом пока